В конце декабря Немцов придумал написать доклад, где можно было бы собрать и систематизировать доказательства присутствия российских войск на территории Украины, присутствия российских наёмников и прямого вмешательства. Я думаю, что для украинской аудитории, для украинских граждан это давно уже не секрет, а вот в России для огромного количества людей это является неправдой, потому что правительство, Владимир Путин, уверяет нас на протяжении всего года, что российских войск на Украине и на территории Украины нет. И нам бы очень хотелось открыть людям глаза на то, что происходит. И понятное дело, что написать такой доклад, сидя исключительно в Москве, невозможно. С нами работают журналисты, которые писали очень глубокие и известные такие репортажи из зоны боевых действий. И я действительно встретился с рядом политиков, депутатов Верховной Рады. Мы пытаемся найти подтверждение или опровержение ряду тезисов, которые сформулированы в нашем докладе. Мы пытаемся найти новую информацию. Надеемся, что уже в апреле сможем этот доклад презентовать российской публике. То есть вы уже так быстро рассчитываете, что в апреле будет что показывать? Ну, мы работаем над докладом не первый день. Практически сразу после гибели Немцова мы перехватили эту работу. Он и сам успел кое-что сделать, сформулировать содержание, найти некоторые источники. И надеюсь, что да, к концу апреля мы это публикуем. Пропрезентовать доклад. Потому что я помню, когда Борис печатал некоторые свои предыдущие доклады, то ему приходилось это делать где-то за границей или искать специальные типографии. Далеко не все были готовы эти доклады печатать. И, по-моему, даже когда печатали за границей, то перехватывали автомобили, которые везли эти тиражи. Систематически происходит. Вот буквально недавно, в декабре, у нас был митинг, мы готовили митинг, у нас просто сожгли склад с листовками. Поэтому мы к этому готовы и такие риски оцениваем. Мы примерно понимаем, какое будет давление, связанное с публикацией этого доклада. Но у нас есть уже какой-то опыт, поэтому я уверен, что мы сможем донести этот доклад до российской аудитории. Ну а скажите, пожалуйста, вот сразу после убийства прозвучала версия о том, что работа Немцова над этим докладом могла быть одной из причин, почему его решили физически ликвидировать. Это одна из версий. Она имеет право на существование, безусловно. Есть ряд других версий. Но мне сложно судить о конкретном поводе, почему в Немцова стреляли. Я могу быть уверенным только в том, что это заказное политическое убийство. Немцова убили, несомненно, за его оппозиционную деятельность, за его критику в адрес российского руководства. Немцов был человеком очень содержательным и умел критиковать не просто на уровне лозунгов. Немцов действительно умел разоблачать жуликов в окружении Путина. Немцов умел снимать высокопоставленных коррумпированных чиновников. Немцов сыграл очень большую роль в отставке бывшего московского мэра Лужкова. Он распространил огромным тиражом доклад о коррупции в московских коридорах власти. Во многом это стало основанием для выражения недоверия Лужкову, в конце концов. Он снял, по его требованию, был уволен вице-губернатор Ярославской области, где он работал депутатом последние полтора года. И его критика была, конечно, очень болезненна для российских властей, включая лично Владимира Путина. Немцов разоблачал шикарную жизнь Владимира Путина. Последний его доклад назывался «Жизнь раба на галерах» и был посвящен дачам, дворцам, самолетам и прочим атрибутам шикарной жизни. Ну, я думаю, что украинцам об этом рассказывать не надо. Все знают, какие атрибуты шикарной жизни были обнаружены в резиденцию Януковича после его бегства из страны. Ну, вот Владимир Путин живет ничуть не менее шикарно. Я думаю, даже покруче. Уверен в этом. Ну, хорошо. Я действительно, тот доклад был очень резонансным и громким. А проанонсируйте, пожалуйста, этот доклад. Насколько резонансным будет? Насколько мощна доказательная база? На все ли вопросы будут даны ответы? Мы прекрасно понимаем, под какой лупой будут разглядывать этот доклад. Поэтому стараемся внимательно и тщательно проверять все факты, которые собираемся публиковать. Конечно, есть некая резонансная информация, которую бы нам очень хотелось опубликовать, потому что мы понимаем, какой она вызовет эффект. Но если мы не находим подтверждений из нескольких источников, мы откладываем эту информацию в сторону. Вы должны понимать, что мы не готовим обвинительное заключение в ГАГском трибунале. У нас нет задачи собрать максимум всей информации о преступлениях на Донбассе. Наша задача проинформировать российское общество. Дать людям альтернативный источник информации о том, что происходит. Раскрыть людям правду и опровергнуть ложь Путина. В этом и есть наше понимание патриотизма. Сделать все для того, чтобы люди знали правду о действиях российских войск на Донбассе, о действиях российских наемников на Донбассе. И самое главное, о роли Путина во всех этих процессах. А Вы не боитесь завышенных ожиданий? Вот, например, здесь, в Украине, бытует мнение о том, что речь идет о тысячах, даже о десятках тысяч российских солдат, которые участвовали в боевых действиях под видом опускников, под видом добровольцев, без знаков различия, с помощью всяческих ухищрений. А вдруг Ваш доклад подтвердит только участие нескольких сот? И все скажут, ну вот, опять, мы-то надеялись, а... Ну, опять же, давайте я расставлю сразу точки над «и». У нас нет задачи, во-первых, поразить кого-то цифрами, во-вторых, у нас нет задачи оценить полную картину, сколько погибло там российских военнослужащих, сколько погибло наемников. Наша задача публиковать только те факты, которые мы сможем объективно, аргументированно доказать. Если мы сможем говорить о нескольких сотнях убитых солдат, мы будем говорить о нескольких сотнях убитых солдат. Мы будем говорить только о тех цифрах, за которые мы сможем отвечать. Пусть лучше это будут заниженные цифры, и пусть нас будут за это критиковать, но мы должны быть уверены. У Борислава Березова к Вам есть вопрос. Народный депутат Борислав Березов. Независимый. Илья, из той доказательной базы, которая у вас есть, есть ли у вас подтверждение, что российские войска участвуют в конфликте? Да, это не вызывает никаких сомнений, но это очевидно вам, это очевидно мне, вот в России это не очевидно. Вот для этого я надеюсь, что ваш доклад дойдет все-таки до обычных россиян. Мы сделаем все возможное для этого. У нас не такие широкие возможности для коммуникации с гражданами, потому что у нас нет независимого телевидения, у нас очень ограниченные возможности для работы средств массовой информации, поэтому мы просто пойдем на улицы, соберем волонтеров, подготовим их и будем разговаривать с людьми, будем раздавать этот доклад во дворах у станции Московского и Петербургского метро, будем приходить в поликлиники и разговаривать со всеми людьми, которые готовы нас слушать.